100 метров до пляжей всего лишь несколько шагов до самой длинной набережной Европы. Жить в центре города жителям дома 78 Посадовой нравилось до тех пор, пока не началось обрушение несущих конструкций. В 2012 году вблизи уже существующего жилого фонда начали возводить высотку. Жильцы обратили в суд, который обязал компанию-застройщика привести строение в порядок. Тогда жителям пояснили, дом можно отремонтировать, только полностью отселив людей из здания. Предложенные администрации города-варианты для временного проживания в маневренном фонде самарцы отклонили в силу отдаленности жилья от центра. Компромисс был найден в ходе совместной дискуссии с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном. Сегодня люди попросили помочь ускорить срок реализации программы фонда капремонт и по усилению фундамента, и по ремонту фасада, по ремонту крыш. Мы постараемся им в этом помочь. С не менее наболевшим коммунальным вопросом в приемную депутата обратились и жители общежития по Николаю Панову-62. Люди пожаловались на то, что их незаконно выселяют из здания. Но при детальном изучении вопроса выяснилось, что у одних большая задолженность по квартплате, а другие вовремя не переоформили документы, поменяв место работы. В такой ситуации оказала санитарка больницы Середавина Ольга Щербатова. Если гражданин, проживающий в нашем муниципальном предприятии, либо на койко-месте, либо полностью со своей семьей в комнате, меняет место работы, то он обязан введом департамент управления имуществом о том, что он сменил место работы, и с ним будет перезаключен договор найма. После этого с человеком, повторюсь, перезаключается договор найма, и он продолжает проживать именно в этом же объекте. Всерьез обеспокоенные на прием к депутату пришли жители домов студенческого переулка и Волжского проспекта. Некоторое время назад кто-то пустил слух о том, что в этих дворах будет построена муниципальная стоянка для автомобилей. Информацию об этом неизвестно изложили в объявлениях, которые расклеили на подъездах. Откуда взялась эта информация, непонятно. Почему вот кто-то стал говорить о какой-то стоянке, тоже непонятно. Были фейковые объявления, то есть подписывались от администрации, при этом администрация никаких объявлений не расклеивала. Сегодня мы совершенно точно услышали и от руководителя департамента строительства, и от главы администрации района о том, что никаких планов, никакого строительства, площадок, парковок, домов не было и нет. Что речь шла об укреплении подпорной стенки и проведении после этого необходимого благоустройства. В законности строительства многоэтажки вблизи уже существующих строений разбираются и жители домов 167, 169 и 173 по Карлу Маркса. Здесь одна из компаний планирует возвести 26-этажный дом. Люди опасаются разрушения уже существующего жилого фонда. Это земля, находящаяся в частной собственности, потому что никаких отклонений от парковок там нет. 240 квартирный дом, 240 парковочных мест. Высотность подходит, инсоляция тоже сохранена. Я всегда на стороне жителей, но тем не менее понимаю, что в городе все равно должно быть строительство. В качестве помощи жителям было предложено найти компромисс с застройщиком и попросить провести экспертизу. Решением этого вопроса займутся в самое ближайшее время. Ольга Павлов, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.